Здравствуйте, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю, с 7 по 13 октября. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наревайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! В понедельник и вторник луна окажется в знаке Зодиака Стрелец в вашем втором доме гороскопа. А это то состояние, когда нас легко вдохновить новыми идеями. Идеи могут прийти на тему заработка, на тему финансов. Потому что второй дом отвечает именно за это. Может быть, кто-то вам что-то посоветует из близкого окружения. Друзья, коллеги, единомышленники. Или кто-то из семьи посоветует вам поменять работу. Или, может быть, предложит какую-то подработку, поменять сферу деятельности. И вот эта идея, которая к вам попадет в эти два дня, не выйдет у вас из головы. Так что, конечно, менять сферу деятельности или выходить на какие-то подработки, может быть, как раз и кстати сейчас в вашей жизни. Но прежде чем решать такие вопросы, нужно все проанализировать. Даллергия скорпиона. Это очень важно. В течение этих двух дней вы будете оптимистично настроены. Вы будете готовы что-то поменять. Вы будете чувствовать, как будто сила пришла к вам. Знаете, как будто вы уверены в себе. Вы знаете, что все получится. Вот эта сверхуверенность, она может, конечно, нарубить дров. Я еще раз призываю скорпионов все-таки анализировать каждый свой шаг, прежде чем рисковать. Идти на какие-то определенные риски. Также луна в стрельце это состояние, когда наши высказывания могут быть прямолинейны. И это все будет связано с финансами. Может быть, ваш супруг или супруга мало сейчас зарабатывает. Или сидит без работы. И ваши высказывания на эту тему будут очень острыми. Призываю скорпионов думать, прежде чем что-то говорить. Вы можете кого-то обидеть. Ненарочно, конечно. Второй дом гороскоп отвечает за таланты, за способности. Кто-то из скорпионов может подумать о том, что было бы неплохо зарабатывать на своих умениях. Может быть, вы хорошо клеите обои. Или, может быть, вы разбираетесь в автомобиле. И можете предложить свои услуги своим знакомым. Или даже выложить какое-то объявление в социальные сети. Здесь я желаю вам удачи. Три дня подряд. Среда, четверг и пятница. Луна окажется в знаке зодиака Козерог. В вашем третьем доме гороскопа. А это то время, когда наше внимание будет тоже уделено на материальную сторону жизни. Вот в следующей неделе финансовая сторона вопроса, финансовые какие-то проблемы будут вас очень беспокоить. Но все-таки, когда Луна в Козероге, мы можем собраться. Это знак дисциплины. Мы можем взять себя в руки и начать что-то делать. Если мы сидим без работы, мы можем взять себя в руки и пойти на собеседование. Или искать какую-то подработку. Или что-то поменять в бюджете вы захотите. Может быть, больше экономить. Или вы поймете, что эту сумму денег нужно пустить на более нужные вещи, чем на какие-то непонятные покупки. Может быть и так. Когда Луна в Козероге, мы более сдержаны. Мы меньше проявляем эмоций. А третий дом гороскопа, в котором будет Луна, отвечает за общение, за коммуникацию, за брата или за сестру еще. Поэтому, возможно, от вас будут требовать поддержки. Или от вас будут требовать включения в какой-то вопрос. Подключения вашего внимания к какому-то вопросу. Или вас захотят видеть. Вам будут звонить. Вам будут писать. Но вы будете не готовы на какие-то вопросы пойти. Решать какие-то вопросы. Слишком вы будете погружены во внутренний мир. Когда Луна в Козероге, мы обращаем свой взор и все внимание на себя, на внутренние эмоции. И можем показаться своему окружению немного холодными, бесчувственными. Это вполне нормально. Самое главное, если вдруг вы не готовы на какие-то разговоры в эти две дня, сказать, что вы сейчас не в том состоянии. И переложить какие-то важные решения на другой срок. Третий дом отвечает также за информацию, за новости, за какие-то еще и документы, какие-то договора, контракты. А когда Луна в знаке Зодиака Козерог, все новое воспринимается достаточно сложно. Поэтому какие-то изменения или какие-то перемены, которые принесет вам информация или новости в течение трех дней, вы не захотите воспринимать. Или, может быть, вы будете бороться с этой информацией, отстаивать свою позицию. Может быть, вам не понравится руководство новое. Или какие-то обязанности на работе. И вы будете через них, хочу, все-таки что-то делать. Ну, здесь я тоже хочу пожелать вам удачи, дорогие скопионы. В субботу и воскресенье Луна переходит в знак Зодиака. Водолей, ваш четвертый дом гороскопа. А когда Луна в этом знаке Зодиака, нам хочется свободы. Нам хочется перемен внутри семьи. То есть, может быть, какие-то вопросы семейные выбивают вас из колеи. Может быть, что-то сейчас у вас происходит, что не дает вам этой свободы, которую вы хотите. Может, что-то вас отягощает. И в субботу и воскресенье вы можете почувствовать этот груз ответственности. Или эти проблемы, они могут в ваших глазах как-то усилиться. И вы поймете, что все, больше не могу. Нужно что-то менять. Нужно решать какую-то задачу, какую-то проблему. Нужно больше свободы для действий. Поэтому некоторые скорпионы могут подумать, что семейные проблемы или семейные неурядицы выходят на новый уровень. Но все-таки хочу немного скорпионов остановить в этом плане. Не стоит сильно эмоционировать в выходные дни. И не делать из мухи слона. Любые проблемы можно решить. Самое главное настроить внутренний баланс, дорогие скорпионы. Слишком нервничать в субботу и воскресенье не стоит. Четвертый дом гороскопа, в котором будет луна, отвечает за недвижимость, за переезды. И кто-то из скорпионов захочет поменять локацию. Захочет переехать куда-то на время. Может быть вы устали и захотите поехать в отпуск. Или переехать в другой город. Поменять вообще квартиру. Или продать квартиру. Или обменять квартиру. Может быть и так. Либо вы захотите поехать куда-то на выходные. Может быть за город. Может быть кому-то в гости. Только чтобы не сидеть дома. Это тоже вполне возможно. Также четвертый дом отвечает за родину. За место, где вы родились. Где провели детство. Где учились. Кого-то из скорпионов может потянуть в ностальгию. В родные места. К родителям можете съездить в выходные. Субботы и воскресенье для этого подходят. Четвертый дом отвечает за родителей. Может быть вы захотите с ними встретиться. Поговорить. Пообщаться. Решить какие-то вопросы. В том числе связанные с недвижимостью. Вы тоже сможете в субботу и воскресенье. Но все-таки в выходные дни я советую скорпионам не брать на себя слишком много ответственности. И стараться не решать проблемы за других людей. Лучше немного отдохнуть. И пообщаться со старыми друзьями. Это пойдет вам только на пользу. В воскресенье планета Меркурий переходит в ваш знак зодиака, дорогие скорпионы. И останется там до 1 ноября. В вашем первом доме гороскопа. Планета Меркурий отвечает за обучение. И это потрясающая возможность с 13 октября до конца месяца пойти учиться. Взять какие-то уроки. Взять услуги репетитора. Или купить какие-то курсы. Ходить на какие-то семинары и лекции. Это тоже хорошее время. Когда Меркурий в вашем знаке зодиака, вы больше воспринимаете информацию. Намного дольше она остается у вас в голове. И учитесь вы намного быстрее. Каким-то навыкам. Может быть вы будете выходить на новую работу. Это будет стажировка. Это будет обучение на месте. Или вы планировали повысить квалификацию. Выйти на какой-то новый уровень заработка. Но только с помощью карьерного роста. Это хорошее для этого время. Показать себя то, что вы умеете. Так что не бойтесь скорпионы. Учиться и учить других. Если такая будет у вас возможность. Меркурий это контакты. Это общение. Это коммуникации. Связи. Вы можете найти человека в этот период. Который поднимет вас духовно. Или который будет вас вдохновлять на какие-то перемены. На какие-то изменения. Может быть уже есть такой человек в вашем окружении. Скорпионы. Человек который вас поддерживает. Вот прислушайтесь к такому человеку. Вдохновляйтесь на какие-то перемены. Общайтесь больше в этот период. И вы найдете возможно даже единомышленников. Может уже есть такие люди в вашем окружении. Просто вы не вышли еще на контакт с ними. Ну и также первый дом отвечает за наши скрытые способности. За наши скрытые таланты. Меркурий может помочь вам реализовать свои способности. Опять же с помощью общения. С помощью саморекламы. С помощью каких-то рекомендаций. Так что не бойтесь. Не стесняйтесь. Как-то проявлять себя в социуме. Пока Меркурий в вашем знаке зодиака. Я желаю вам удачи. Дорогие скорпионы. Большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Подписываться на канал. И подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы, связанные с будущими прогнозами. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь. Мне остается добавить только одно, дорогие скорпионы. Пожелать вам крепкого здоровья. Вы справитесь со всеми проблемами. Невзгодами. Неудачами. Все будет хорошо. Обязательно верьте себя. Стремитесь к лучшему. И все получится. Всем до свидания.